Всем привет, ребята! Сегодня мы с вами найдем ответ на вопрос, можно ли выбраться слоум ММР на саппортах. И ответ простой – можно, разрешаю. На сегодня все, берегите себя, своих близких, до свидания. А если серьезно, то я сделала вывод, что да, можно. И сегодня я расскажу вам о своем опыте. Я провела ровно месяц на аккаунте с рыцарем, и за это время я обнула 680 ММР. Сейчас мы с вами немного обсудим цифры, и после я подробнее расскажу о том, какой путь я прошла. Итак, общий винрейт составляет почти 57%. Было у меня 1820 ММР, и в конце стало 2500. Так как играю я со стримом, очень часто ко мне в пате залетают зрители, поэтому у меня было много каток в группе. Сразу говорю, зрители у меня обычные работяги, и никто мне ММРы не протаскивал. За месяц я имею 52% винрейта в группе, что не сильно много, но уже помогает не уйти в минус. Всю информацию вы можете видеть на приложенных скриншотах. И также, кому интересно покопаться в статистике, посмотреть, как я играла, что собирала и что качала, в комментах я оставлю ссылку на свой додобав. А теперь ближе к делу, как проходил этот месяц. Сейчас я расскажу о героях, которых пикала больше всего, но сразу говорю, что это мой опыт, и вы можете быть с ним не согласны. Началось у меня все достаточно грустно, но потом я пикнула шамана, на котором не играю даже на основе. И после этого пошла жара. К сожалению, я не знала, что записи игры нельзя скачать через месяц, поэтому не смогу показать вам хорошие примеры игр, но я поискала их на своем стриме. Записи оттуда будут немножечко в дерьмовом качестве. Но ничего страшного, главная суть. В данном моменте, хоть и не было сплитпуша, но вы можете обратить внимание, как охуенно мы отдефали. И эту игру мы выиграли против мегагрипов. И это к слову о том, почему важно играть до конца. Очень часто я упарывалась в сплитпуш, и в принципе эта тактика вполне себе работала. В моем закупе обязательно присутствовала линза, шарт и блинг. А дальше я играла по жадному, покупая гоним и рефреш, благодаря чему могла просто крысить и ломать домики. А как мы знаем, в этом и заключается суть игры. Но со временем шаман не надоел, и я решила пересесть на даззл. Даззл тоже шел очень хорошо, и хоть на этом герое я соло катку затащить не могу, но Керри, имея возможность лишний раз выжить, имеет большое преимущество перед оппонентами. Поэтому если вы любите даззла, то смело берите его для аппа рейтинга. Если вы делаете все правильно, то на дистанции обязательно поднимитесь. Также достаточно часто я брала Вичдоктора. Я считаю, что это суперсильный герой для поднятия рейтинга. Что если честно, я немножко постеснялась сильно его спамить, так как думаю, что это можно приравнять к засолке, как на Керри. Как вы можете заметить на скриншоте, я очень часто имела неприличное количество киллов для саппорта. В некоторых катках моя ёбка была просто невероятная, и главное, что вам нужно делать на Вичдокторе, это рассчитывать на Маледикт. Если вдруг вы им промахнулись, то с огромной вероятностью не стоит дальше пытаться нажимать кнопки, ультимейт, шард, потому что вряд ли в таком случае килл будет ваш. Лучше переждите КД Маледикта и попробуйте напасть снова. На секунду вас прерву небольшой просьбой. Пожалуйста, подпишитесь на мой канал и поставьте лайк для этого видео, чтобы мой канал продвигался дальше. И немного пройдусь по тем, кого я пикала реже. Помимо всех перечисленных героев, я иногда пикала Дизраптора, Виверну, Виспа, и считаю, что они также подходят для поднятия рейтинга. Также я знаю, что очень много игроков в Доту любят говорить, какие у них плохие керри, и что с ними выбраться просто нереально. Но у меня для вас есть интересный факт, и у меня тоже были такие керри. И думая, что с такими бездарями в команде не выиграть, просто помните, что у врагов точно такие же коры. Просто чаще всего вы не обращаете на них внимания, когда в вашей катке все хорошо. Морф, ты можешь себе побольше хп делать? Ты просто будешь сейчас по кд отлетать от пальца. Причем даже тебе другого урона не надо будет, кроме пальца. Но если вы смотрите на это с позитивом, то сможете лишний раз не словить тильт и пойти в следующую игру с победным настроем. И знайте, что если вы играете действительно хорошо, то плохие коры не помеха для поднятия рейтинга. Особенно на дистанции. Главное, не зацикливайтесь на том, что кто-то там, кто-то там слил вам игру. И подводя итоги, я хочу сказать, что не важно, какого саппорта вы выберете. Пущущего, убивающего, сейвящего. При хорошей игре вы сможете подняться на любом герое. И в этом видео речь не идет о развале кабинетов на саппортах, о легчайших ПТСах, было много ката, где и я бибу сосала. Но главное обращать внимание на ваш винрейт, именно он работает на дистанции. Если за день вы уходите хотя бы в плюс 30 ммр, то за месяц это уже 900. Поэтому, ребята, я вам желаю, чтобы у вас получилось не тильтовать от этой игры, чтобы вы выкладывали себя на максимум в каждой игре и наконец-то смогли поднять свой желанный рейтинг. А на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и до встречи в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok